Говорят, что проблема мигалок очень активно стоит, очень ярко стоит в Сочи, куда регулярно приезжает и президент, и премьер. И тогда в городе, где действительно очень тяжелая ситуация с движением... И без мигалок, да. Ну и еще нам из Нижнего тут пишут, что Шансов ездит тоже с мигалками, и кортеж, в общем, раздражает этот народ, короче говоря. Ну пусть народ в этом случае, в общем, как-то свою активность проявляет. Насколько я понимаю, кстати, Шансов Валерий Павлович завел, наконец, ЖЖ себе, так? То есть вот я недавно тоже с интересом узнал, и как раз получилось так, что я был в это время в Нижнем, мы как раз подписывали соглашение. И мы с ним, с журналистами, очень долго обсуждали, для чего губернаторам нужен LiveJournal. И вот, пожалуйста, то есть появился канал обратной связи. Писали, друзья друг друга добавили. Напишите Валерию Павловичу о том, кто какие неудобства испытывает из-за того, что он пользуется мигалкой. Давайте еще обратимся к вопросам наших слушателей. Вот тут пишут, точнее спрашивают, как вы относитесь к введению ограничений на реализацию алкогольной продукции в Ульяновской области, и планируются ли такие меры у вас? Супер. Я очень хорошо отношусь у нас в одном плане с Сергеем Ивановичем Морозовым, который также в Ульяновскую область входит в Приволжский федеральный округ, как и Кировская область, и поэтому мы с ним регулярно общаемся, встречаемся. Я считаю его одним из таких очень креативных губернаторов, и там дело не в Колобке, который он там сейчас позиционирует как один из брендов Ульяновской области, или там в каких-то... Колобок? Колобок, вы не знаете? Один из брендов? Они какие-то юрчики, киморы же. Вы отстали от жизни, вы себя там в Москве сидите, там, понимаете, знаете, за пределами Садового кольца ничего не видите, что происходит. А у нас вот Ульяновская область столица Колобка, то есть там, поэтому... Родина Колобка, поэтому... А с кого я перепугу, извините, конечно, я уж... Уж там есть инициатива по русским и русским, о том, что каждого региона, да, свой... Роменский в курсе смотрит. Конечно, юрчики, киморы. Вот, правильно, молодец. Что-то я, наконец, позитивного услышал от Роменского, и это был рассказ о киморе. Так вот, значит, да, просто Сергей Иванович, то есть очень так, там, инициативно включился в эту программу «Сказочная карта России». Ну, там, понятно, Устюг Дед Мороз, там, значит, Кострома Снегурочка, да, у нас просто недавно была свадьба к киморы с Домовым, то есть, поэтому это все очень свежо. Так вот, нет, Сергей Иванович... Гуляли. Гуляли, да. Вот, Сергей Иванович в плане разного рода инициатив, он вообще чемпион мира, то есть, там, проекты «Ради патриота», там, «Воспитай патриота», «Научи патриота», еще там... Ради колобка, да? Нет, колобки и патриоты – это разные темы, то есть, ну, я думаю, что таким движущей силой каждого из этих проектов является сам Сергей Иванович. Ну, вот, и теперь, если как бы без шуток, то я считаю, что с точки зрения разного рода антиалкогольных инициатив, Ульяновская область очень активно действует и во многих проектах является первопроходцем. Где-то мы соревнуемся, так? То есть, в частности, вот мы уже обсуждали, по-моему, полгода назад, один из законов, который был принят у нас год назад в Кировской области, так называемый закон об открытой пивной бутылке, так, когда, значит, собственно говоря, штрафовались и штрафуются на сегодняшний день люди, которые распивают пиво. И это действительно, кстати, дает эффект. Вот я регулярно сейчас уже, поскольку погода солнечная, так, и народ там потянулся в парки, то видим большое количество молодежи, которые, даже если распивать, то, знаете, там, цивилизовано в пакетиках бумажных, там, непрозрачных, да, что, конечно, тоже не суперхорошо, но, во всяком случае, никакой там пропаганды популяризации, значит, вот этого распития нет, и это уже выглядит как некое такое, там, немножко, там, стыдливое, значит, вот использование, да. Вот мы еще этим летом в ряде парков, наконец, сделаем бесплатный Wi-Fi, так, и плюс еще, вот, есть, там, ряд проектов, связанных с участием культурных учреждений в ряде проектов, я думаю, что у нас ситуация еще, как бы, качественно изменится. Ну, вот, что... А мне просто очень интересно, быстро, вот, можете ответить, сколько стоит сделать в парк, оснащенный Wi-Fi бесплатно? Вот просто по деньгам? Мне просто интересно, вот, когда это будет в Москве. Я, значит, я, она не очень, на самом деле, просто мы договорились о том, что это не делается за счет бюджетных средств. Просто мы под каждый парк нашли оператора, который готов этим заняться, так, то есть, вот, там, ряд парков Ростелеком взял, там, значит, несколько точек, там, подписался, там, кабельный оператор Ростелеком. У меня на следующей неделе еще совещание с мобильными операторами, я думаю, что мы ряд учили, просто распишем между ними. Для них это акция продвижения, естественно, мы эти вещи будем популяризировать, да, я готов, что-то, кажется, с каждым из операторов, там, стоять, там, позировать, там, пожимать руки, и говорить, там, спасибо, вы делаете очень полезные вещи для региона, да, поэтому это, на самом деле, это недорого, и это, самое главное, точно можно сделать за счет внебюджетки. Так вот, теперь... Конечно, пускай они сядут с ноутбуками, конечно, чем с какими-то бутылками. Вот, кстати, в Кишиневе, вот это просто очень, как бы, хорошо сработало, так, то есть, вот, в Кишиневе, действительно, в парках, общественных местах, ну, вы можете, там, связаться с Наташей Мораль, там, уточнить, как это все происходило, там, действительно... Можно прямо отсюда и сразу по скайпу, когда она в парке находится. Да, 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 пожалуйста, так вот можно, и я даже думаю, что мы с вами вполне можем летом, например, там, тоже по скайпу не из душного зала, да, то есть, вот, какого-то кабинета, а, собственно, из парка, то есть, с вами пообщаться. Так вот, я возвращаюсь к Ульяновской области. Значит, Ульяновская область действительно приняла решение о запрете на продажу... Да, запрет на продажу спиртного в ночное время существует в целом ряде регионов, в том числе и в Москве недавно был введен, в Кировской области он был введен где-то на год раньше. Значит, при этом Ульяновская область пошла, значит, вперед и приняла решение о запрете на продажу спиртного, крепкого спиртного. Сначала в праздничные дни, потом вот у них где-то полгода, значит, существовал вот этот запрет на продажу в определенные праздничные дни, значит, а потом, буквально совсем недавно, они приняли решение о запрете продажи в выходные. Значит, мы эту тему очень активно обсуждали и, скорее всего, у нас тоже получится такой двухэтапный подход. А именно, в пятницу прошлой недели, то есть там три дня назад, я подписал указ губернатора о введении запрета на продажу крепкого алкоголя четыре дня в году. То есть это 25 мая, это выпускные, так, 1 июня, там день защиты детей, 1 сентября, понятно, день знания, и еще какой-то день, я сейчас там просто как бы не смотрю. 27-е, в день знаний. А, да, 27-е, значит. 27-е июня. 27-е июня, так. Значит, собственно говоря, в эти дни будет запрещена продажа спиртного, то есть, причем, как бы, понятно, логика здесь, это привязка к тем дням, которые связаны с молодежью, да, то есть выпускные, там, 1 сентября, значит, там, день защиты детей и так далее. Ну, просто пьяных выпускниц не было на улице. Они, к сожалению, будут, да, вот эти там два пьяные белые бантики, да, они будут и в Москве, они будут, значит, и в других регионах. Ну, вопрос в их... Ну, может быть, их будет меньше. Может быть, их будет меньше, и это уже будет большой плюс. Вот мы, собственно говоря, думаем, что до конца года сейчас доработаем в режиме вот такого запрета, посмотрим, что как бы происходит, да. Заодно посмотрим, что происходит у коллег из Ульяновской области, что это им дает, да. Значит, ну, и, собственно говоря, после этого будем принимать решение. То есть, или мы пойдем по пути вот таком радикальном по запрету продажи в выходные, либо мы будем просто расширять количество дней, да, в которых будет, там, запрет на продажу спиртного. Кстати, во многих странах это существует, да, например, в целом ряде стран, например, запрещена продажа спиртного в день выборов. То есть, тут, собственно говоря, значит, идея исполнить свой гражданский долг, так, то есть, и там обязательно должен дойти до избирательного участка, да. Ну, а народ, он роптать не будет, просто, ну, как, определенная, как говорится, часть общества, она явно будет недовольна такими мерами. Естественно. Ну, давайте так, давайте сходить из того, что нет ни одной меры вообще социального или, там, не социального характера, которые были бы довольны абсолютно все. Вопрос в том, насколько власть и общество в данном случае, да, понимает, там, правильность вообще движения в этих направлениях, да, потому что, если, там, просто ориентироваться на то, что хочет общество, тогда лучше вообще, там, спиртное раздавать бесплатно, да, то есть, вот, потому что, поверьте мне, это будет отражать чаяние и желание достаточно большого количества населения, да. Ну, а вот, кстати, в Кировской области эта проблема, она насколько тяжело стоит, я имею в виду, алкоголизма? Очень тяжело, и мы на эту тему тоже уже ни одну передачу проводили, Роменский не даст соврать. Значит, к сожалению, проблема алкоголизации в Кировской области является одной из самых острых в масштабах России, так, то есть, собственно говоря, мы по целому ряду показателей, это и диагноз алкогольный психоз, это и суицид алкогольный, это и, значит, там, ряд других показателей, мы находимся в печальных лидерах. Мы себя, конечно, там, можем успокаивать тем, что зато по наркотикам мы, там, являемся лидерами в лучшем плане, да, то есть, что называется, у нас общий уровень наркотизации в 8 раз ниже, чем средний по России, да, то есть, мы, там, активно с Чукоткой, так, по-моему, там, из Архангельской области, вот, составляем тройку лидеров в хорошем плане, да, значит, по наркотизации населения. Но в конечном итоге я считаю, что тут одно успокаивать, там, другое не может, и мы провозгласили курс на борьбу с алкоголизацией, в том числе, в рамках которого я лично отказался от употребления спиртного еще с 1 января прошлого года, да, то есть, уже, там, полтора года скоро будет, как-то, там, не грамма спиртного, я лично, там, не употребляю, и это, в общем-то, там, активно поддерживается достаточно большим количеством людей. Вот, поэтому сейчас мы констатируем, что позитивность двига это дает, то есть, они есть и как в абсолютных планах, то есть, когда мы констатируем, значит, сокращение, там, количество, там, дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами в состоянии опьянения, значит, сокращение, там, на 22% количество острых отравлений спиртосодержащей продукции, снижение, там, на, значит, там, 5,5% количество преступлений, совершенных, там, в отношении несовершеннолетних в ночное время и в досуговых учреждениях, связанных с продажей алкоголя. Первичная заболеваемость алкоголизмом снизилась в 2010 году на 3,6% по сравнению с 2009 годом. Но абсолютные цифры все равно остаются еще очень высокими. То есть то снижение, которое происходит в относительных величинах, оно все равно пока еще находится на таком высоком уровне, что говорить не просто о победе, а о очевидных успехах еще очень и очень рано. Вы своей волей можете какие-то еще запреты? Я не знаю, ввести там какие-то, я не знаю, на неделю там условно запретить продажу алкоголя? Можем. То есть вот, собственно говоря... Я просто не понимаю, зачем запрещать по выходным. Вот если мне продавать там спиртное, крепкое спиртное, спиртное в стекле в праздничные дни, мне понятно, чтобы народ там, когда все гуляли, у всех завтра выходной, он не шел бить дальше друг другу мордой, к примеру, не портил никому праздник. В дни там выпускных я понимаю, в выборе даже понимаю, сходи, проголосуй, хорошая инициатива. Но вот по выходным... Вот, Володя, именно поэтому, что называется, я сказал, что мы очень внимательно смотрим за Ульяновской областью, но просто, что называется, слепо копировать пока не готовы, то есть надо посмотреть, что это даст. Поэтому, на самом деле, да, вот с точки зрения запретов, что в ночное время, что в определенные дни, это, конечно, не панацея, да, и как правильно отмечают оппоненты и скептики, естественно, тот, кто там желает напиться, он там заранее что-то затарится, да, то есть и свое... Или сам сделает. Да, и свое грязное дело, значит, направленное на затуманивание собственных мозгов осуществит. Но вот с точки зрения и, там, показаний по здоровью, да, и с точки зрения общественного правопорядка, есть такое понятие, значит, времени спиртного, да, то есть вот, условно говоря, бутылка водки, выпитая ночью, наносит обществу ущерб гораздо больше, значит, чем та же бутылка водки, выпитая, там, вечером, да еще желательно, там, в цивилизованной компании, так? То есть, условно говоря на понятном тебе языке, то есть, хуже, когда человек идет догоняться, так? То есть, вот это, значит, это самое, значит, такое сложное там и неприятное, и нам важно, чтобы вот именно в тот момент, когда он идет догоняться, да, собственно говоря, догнаться было сложнее. То есть, вот создать ему препятствие на этом уровне. Спасибо вам большое, Никита Юрьевич, Никита Белов, губернатор Кировской области, о прямом эфире Охоматского. Он не так не догоняется, он вообще не пьет. Все, встречаемся через три минуты. Спасибо. Счастливо. Так, у нас есть, нет?